Дорогие собратья, я хотел бы сказать несколько слов в связи с нашим юбилейным собранием. Во-первых, конечно, всех вас сердечно приветствую еще раз. И наше сегодняшнее заседание посвящено 20-летию нашу религиозного совета. Мы создавали совет в очень такое непростое время, когда степень террористической угрозы была очень велика, но и когда межрелигиозные отношения стали подвергаться воздействию деструктивных типов. Потому что очень многие хотели использовать факт нашего религиозного флурализма в России для того, чтобы развивать центробежные тенденции в жизни общества, сталкивать представителей религий. И требовалось, конечно, определенное мужество со стороны всех руководителей религиозных, традиционных религиозных общин, и мудрость, чтобы в то непростое время принять решение о создании общей организации. И, конечно, требовалось выстроить такую систему взаимодействия наших общин, которая включила бы возможность перехода межэтнических конфликтов, которые тогда, как вы знаете, захлёстывали страну. Межрелигиозные. Потому что если бы межэтнические конфликты, которые, как мы знаем, во многом были порождены еще предыдущей историей нашего Отечества, если бы они были подкреплены межрелигиозными конфликтами, то трудно сказать, как бы сложилась история нашего преднационального Отечества. И, конечно, рост национального самосознания в 90-е годы, как мы знаем, он сопровождался нередко и с проявлением национализма и ксенофобии. И все это происходило в основном из-за неиздостатка знаний людей о религии. Не всегда все могли отличить подлинную религиозную традицию от радикальных идей поборников так называемой «мнимой чистоты веры». Так, после начала Первой Чеченской войны в конце 1994 года были слышны призывы боевиков к исламским лидерам объявить Россией джихад. Я хорошо помню это тревожное время. Мы все, наверное, его хорошо помним. Вот если бы это произошло, то, конечно, весьма бы существенно усугубились противоречия и ухудшилась бы ситуация во всем регионе Северо-Кавказска. И вот тогда Верховный Муфти Чечни Хусейн Алсабеков проявил несомненное мужество, приехал в Москву для встречи с патриархом Алексием. Мы участвовали тогда в организации этой встречи. И два религиозных лидера приняли совместное заявление, в котором категорически осудили всякую попытку представить конфликт в Чечне как межрелигиозный конфликт, как противостояние христиан и мусульманам. И осудили всякое использование религиозной риторики для разжигания вражды между людьми и саму эту вражду назвали грехом. Вот в этот период еще одной болевой точкой, как вы помните, была проблема Нагорного Карабаха, которая досталась по наследству верующим людям еще от тех конфликтов, которые возникли на излете советской эпохи. В 90-е годы религиозные лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве патриарха Московского и всей Руси в ходе трехсторонних встреч решительно осудили попытки экстремистов использовать религиозный фактор для усугубления противоречий. И была очевидна та большая роль, которую наши религии могут и призваны играть в миротворческих процессах и в поддержании гражданского согласия и общей стабильности. В 90-х годах в страну буквально нахлынули зарубежные проповедники всех мастей, среди которых были и представители деструктивных сект. И было крайне важно отделить традиционные для нашей страны религиозные убеждения от разнообразных новых религиозных движений сект. Я думаю, многие из присутствующих здесь сегодня помнят, какое беспрецедентное политическое давление было оказано на нашу страну перед принятием и после принятия в 1997 году «Закон о свободе совести и религиозных объединениях». Клинтон звонил президенту Ельцину, сенаторы американские обращались с пламенными воззваниями не допустить принятия этого закона, не зная и не понимая специфики России, не представляя, как тот закон был важен именно для того, чтобы предотвратить возможные конфликты на религиозной почве. И все-таки общими усилиями удалось отстоять этот закон и принять его. И, конечно, этот закон и сегодня играет свою положительную роль, в том числе и создавая законодательную базу для межрелигиозного сотрудничества. Моим глубоким убеждением является то, что религиозные общины не должны замыкаться в самих только себя и превращаться в гетто. Верующие имеют полное право принимать активное участие в социальных процессах, в культурной жизни и выступать в публичном пространстве. Религиозные лидеры и все верующие люди должны возвышать свой голос, в первую очередь, в защиту нравственных начал, давать моральную оценку событиям общественной жизни. Когда же высказывается консолидированная позиция религий по различным волнующим обществу вопросам, это имеет особую силу, особый вес и, конечно, значительное влияние. Учреждение межрелигиозного совета России явилось закономерным продолжением традиций дружбы и сотрудничества религиозных лидеров, которые имели место еще в Советском Союзе. Я хорошо помню прошедшую 23 декабря 1998 года на территории Данилова монастыря в отделе внешнецерковных связей встречу, на которой был учрежден межрелигиозный совет России. Организациями учредителей совета выступили Русская Православная Церковь, Центральное Духовное Управление Мусульман России, Совет Муфтиев России, Конгресс Еврейских Религиозных Общин и Организаций, Буддистская Традиционная Санха России. И главы этих религиозных общин вошли в состав Президиума Межрелигиозного Совета. В 2001 году в состав Совета были приняты Координационный Центр Мусульман Северного Кавказа и Федерация Еврейских Общин. А в 2017 году в Межрелигиозный Совет России вошло Духовное Управление Мусульман Татарстана. Оглядываясь на 20-летнюю историю Совета, можно выделить несколько направлений в его деятельности. Одним из основных является укрепление межнационального и межрелигиозного мира и согласия, как уже было сказано. Резонансной инициативой Совета стало предложение о провозглашении 4 ноября нового государственного праздника Дня Народного Единства. В соответствующем обращении тогда, которое было направлено на имя президента Путина, а также председателем правительства Российской Федерации, руководителем Государственной Думы и Совета Федерации, отмечалось большое значение духовного подвига нашего народа, который был совершен в ходе событий ноября 1612 года, когда патриотические настроения, единение и солидарность всех граждан, независимо от вероисповедания, сыграли особую роль в судьбе России. На доли нашего народа много раз выпадали тяжелые испытания, но любовь к Отечеству, упование на Бога и верность к духовным ценностям всегда давали народам России силы объединиться и победить. Доброй традицией в День народного единства стала церемония возложения венков к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, в которой участвуют все руководители наших религиозных объединений вместе с президентом России. Эта церемония не только демонстрирует единство граждан нашей страны, независимо от национальности и вероисповедания, но и свидетельствует о неприходящем значении духовных и нравственных ценностей в жизни общества, а также особые роли, которые религия сегодня призвана играть в укреплении гражданского мира и согласия. Хотел бы отметить, что история взаимоотношений верующих нашей страны является уникальной. Она включает в себя не только славные страницы взаимопомощи, сплочения перед лицом общего врага, но и трагический опыт гонений при атеистическом режиме. На мой взгляд, этот тяжелый опыт верующих нашей страны помогает нам осознать свою особую общность и может служить уроком для нашего общества сегодня. Он учит стремлению наладить благожелательный диалог с людьми, других взглядов и убеждений, ценить саму возможность жить и развиваться в соответствии со своей религиозно-культурной традицией. Как говорится в заявлении нашего Совета, который мы приняли в 2010 году, Россия является общим домом для представителей разных этносов и культур. Поэтому мы призваны уважать национальные чувства, образ жизни любого народа, бережно хранить и упремножать многовековые традиции добрососедства и соработничества во имя просветания нашего Отечества, во имя мира и согласия в нашем народе. Одной из тем регулярно присутствовавших повестки дня Межрелигиозного Совета России на всем протяжении его истории стала проблема экстремизма и терроризма. К сожалению, активизация деятельности экстремистов, которые прикрываются религиозными лозунгами, ознаменовала собой начало третьего тысячелетия и сегодня выступает одним из основных вызовов для традиционных религий, да и для всего мирового сообщества. Теме распространения экстремизма и терроризма под религиозными лозунгами было посвящено заседанию Президиума нашего Совета 21 февраля 2017 года. Позиция Совета по этому вопросу нашла отражение в ряде заявлений. Несколько из них были посвящены атакам на духовных лидерах. В том числе в 2010 году мы приняли заявление в связи с гибелью муфтия Кабардино-Балкарии Анаса Пшихачева. В 2018 году Совет принял два документа по этой теме. Первое в связи с нападением на верующих кизляре, второе в связи с террористическим актом в Грозном. Во всех заявлениях была высказана принципиальная позиция. Какую бы религиозную риторику не использовали террористы, их идеология является ложью и человеконенавистничеством, а деяние тяжким грехом и кощунством. Убивая невинных людей, в том числе женщин, детей, экстремисты и вдохновители, хотят подорвать, конечно, межрелигиозное и межнациональное согласие, расколоть общество, посеять страх, хаос, взаимную вражду и недоверие. Ведь всегда легче манипулировать разделенным социумом, играть на общественных противоречиях и на антагонизмах. Верующие люди не должны поддаваться на эти провокации, не должны позволить террористам нанести ущерб многовековым традициям мирного существования, в том числе христиан и мусульман в России. Уверен, что наши миротворческие призывы и далее будут восприниматься нашими верующими и сыграют свою роль, положительную роль в деле предотвращения всякого рода напряженности, связанной с религиозным и этническим фактором, и будут содействовать поддержанию стабильности в нашем обществе. Одним из главных инструментов профилактики экстремизма призвано стать религиозное образование. Мы об этом в нашем с вами кругу много раз говорили. Просвещение в вопросах религии, несомненно, должно затрагивать не только ум, но и сердца учащихся. В этом смысле большие надежды я возлагаю на развитие теологического образования и науки в нашей стране, возрождение самобытной системы духовного образования, которая позволит актуализировать и транслировать богатое интеллектуальное и нравственное наследие наших религий. Еще одна наша общая задача – содействовать более широкому включению религиозного образования в школьную и вузовскую программу. Если дети со школьной скамьи будут знать о религиозных традициях России и положительных примерах и взаимодействия, то эффективность попыток экстремистов злоупотребить религиозными чувствами людей будет значительно снижена. Религиозные лидеры стояли у истока включения в школьную программу основ религиозных культур и светской этики. Я вспоминаю нашу встречу с тогдашним президентом Дмитрием Анатольевичем Медведевым, на которой были решены два очень важных вопроса. Это преподавание основ религиозной культуры в школах и вопрос о капелланстве, о присутствии представителей наших религий в качестве капелланов в вооруженных силах России. Надеюсь, что мы и будем и далее продолжать эту работу и последовательно отстаивать необходимость расширения, в том числе и курса преподавания основ религиозных культур в наших школах. Не всегда сознаются в обществе, всеми по крайней мере, и такие факторы, которые создают благоприятную почту для пропаганды радикальных идей. Мало просто сказать, что экстремизм и терроризм – это плохо, это не соответствует нашей традиции, с этим нужно бороться. Нужно пытаться понять, а почему возникает этот терроризм, почему часто верующие люди поднимают руку на своих братьев из других религий, почему несут смерть и разрушение, что движет этими людьми. Так вот, когда обществом с традиционным укладом жизни, а наше общество с вами такое, при всей его модернизации, при всем том, что это общество современное и становится все более технологичным, тем не менее, в жизни общества присутствуют традиционные начала. И в первую очередь, эти начала касаются нравственности, идеалов нравственных и духовных. И вот когда такому обществу с явным сильным присутствием традиции предлагаются чуждые идеологии, которые пропагандируют образцы других обществ, в частности, секулярных обществ, без реальной и значительно выраженной религиозной традиции, когда иногда вместе с этими идеалами предлагаются противоречащие нашим религиозным убеждениям идеалы наживы, разврата, вседозволенности, то призывы экстремистов вернуться к чистой вере предков выглядят для многих молодых людей весьма привлекательными. Ведь простая логика. Вы посмотрите, что происходит. А дальше перечисляется, что происходит. Так вам же надо встать на защиту. И вот эти простые слова, в том числе и сказанные, как мне нередко говорили мои братья из мусульманской среды, после пятнической молитвы, действительно достигают иногда сознания людей и подталкивают их к тому, чтобы защищать свою веру, свое право жить в соответствии со традицией, теми способами и средствами, которые приносят колоссальный вред им самим и всему обществу. Так вот, утверждение в нашем народе, в нашем обществе традиционных, нравственных и духовных ценностей занимает, как известно, важное место в деятельности Межрелигиозного Совета России. Я думаю, мы должны продолжать эту работу. Каждому религиозному человеку очевидно, что грех и порог разрушают как отдельную личность, так и общество в целом. Общество, лишенное религиозной перспективы, представление об абсолютных нравственных нормах неизбежно деградирует. Сколько бы нас не убеждали в том, что наука все решает, и достаточно положить научный базис в развитие общества, и как все хорошо сложится, все будет рационально и правильно. Вот совсем не так. Наука может развиваться, общество может становиться сверхтехнологичным, а все то, о чем мы сейчас говорим, в том числе и нравственная деградация, духовная деградация, и как реакция на это возникновение, в том числе и терроризма, могут не просто присутствовать в обществе, а даже нарастать. И поэтому сегодня наш народ, особенно молодежь, страдают от огромного потока информации, которая направлена на то, чтобы сознательно или несознательно, трудно сказать, кто и как формирует этот поток, но он, несомненно, подрывает у людей веру, он разрушает нравственную основу человеческой личности. Ну и все же мы знаем о тех невероятных случаях, когда детей через социальные сети подталкивают к самоубийству, к оставлению родителей, когда пропаганда разврата, в первую очередь, обрушиваясь на неокрепшие умы детей, на их неокрепшее нравственное чувство, превращает их в несчастных, неспособных ни любить, ни создавать семьи. Не имея внутренних ограничений и дисциплины, моральные системы координат источником которых служит религия, молодые люди, конечно, нередко поддаются соблазнам и многие идут по ложному пути. Особенно опасным является то, что размываются сами понятия добра и зла, и молодые люди представлены самим себе и считают, что жизненная креда «бери от жизни все» абсолютно естественно, а некоторые считают, что это единственно возможная креда. Вот в этих условиях голос наш в публичном пространстве, голос традиционных религий, отстаивающих право на религиозный образ жизни, несомненно, вносит большой вклад в укрепление нравственных устоев, лежащих в основе человеческого сообщества. И как важно, чтобы современные люди поняли, что общество без этих нравственных основ реально существовать не может. Одним законодательством невозможно управлять людьми, потому что помимо законодательства должны быть такие побудительные причины у человека, в том числе исполнять эти законодательства, которые будут предотвращать его нарушения и тем более совершение преступлений. За минувшие 20 лет Межрелигиозный Совет России высказывался по многим злободневным проблемам, таким как семейные ценности, противодействие абортам, защита детей, миграция, межнациональные отношения, свобода творчества, оскорбление чувств верующих, ограничение горного бизнеса, наркотрафик, экстремизм, терроризм под религиозными лозунгами, разжигание розни на этноконфессиональной почве, охрана правопорядка и многое другое. Вот такова была наша с вами повестка дня за эти 20 лет. Межрелигиозный Совет России зарекомендовал себя как площадка, которая позволяет эффективно решать разнообразные, практические и также проблемы в области государственно-религиозных отношений. Считаю нашим большим успехом в диалоге с государственной властью, помимо введения основ религиозных культур в программу средней школы, также и введения института капелланов в армии, а также признание теологии научной специальностью и создание первого в истории нашей страны дистанционного совета по теологии. В рамках своей деятельности Межрелигиозный Совет России регулярно принимает участие в обсуждении законодательных инициатив, затрагивающих жизнь религиозных общин. Можно констатировать, что органы государственной власти рассматривают Совет в качестве партнера, выражающего позицию религиозных общин нашей страны, во взаимодействии с которым и принимаются ключевые решения в области государственно-религиозных отношений. И вот в связи с этим я бы хотел вот о чем, что хотел бы особенно подчеркнуть. То, что этот диалог религиозных общин, религий с государством осуществляется успешно, поступательно, вот в этом, как решающий фактор, присутствует наша с вами согласованная позиция. Если бы в рамках Межрелигиозного Совета мы такой позиции бы не добивались, тогда общий наш голос не был бы убедительным. И тогда пришлось бы каждому из нас своими силами, своими путями выстраивать эти отношения, и неизвестно, в результате этих отношений был бы такой прогресс, какой мы сегодня имеем или нет. Поэтому наша с вами способность достигать соглашений на платформе Межрелигиозного Совета имеет решающее, как мне кажется, значение выстраивание диалога между властью, между государством и между представителями религиозных общин. В условиях современного глобального взаимозависимого и взаимосвязанного мира наш Совет, конечно, не может ограничиваться только внутрироссийской проблематикой. И показательно, что самое первое заявление Совета, датируемое 25 марта 1999 года, было посвящено зарубежной тематике, а именно осуждению варварских бомбардировок НАТО, Союзной Республики Югославии. Мы тогда выступили с заявлением, также и по поводу, вскоре после этого, по поводу злодейского террористического акта 11 сентября 2001 года в США. Мы выступали против насилия на Святой Земле, 2002 год. Мы выступали в связи с военными действиями в Ираке, 2003 год. Несколько заявлений Совета, начиная с 2013 года, выражали нашу общую позицию в связи с притеснением верующих на Украину. Международный аспект деятельности Совета также нашел выражение в проведении ряда крупных межрелигиозных форумов. В 2000 году в Москве был проведен первый межрелигиозный миротворческий форум, который явился действительно первым подобным мероприятием в постсоветский период. В марте 2004 года в Москве под эгидой нашего Совета прошел второй межрелигиозный миротворческий форум, в рамках которого был учрежден Межрелигиозный Совет СНГ. В 2006 году состоялся организованный при участии Совета крупнейший межрелигиозный форум за всю историю России, который был назван Всемирным саммитом духовных лидеров. В мероприятии, напомню вам, приняли участие более 300 религиозных деятелей с 49 сторон и принятые по итогам форума совместные документы, содержащиеся в них идеи, принципы и призывы, на мой взгляд, не потеряли своей актуальности сегодня. Россия, как известно, не знала, по милости Божией, религиозных войн. В нашей стране не было конфликтов на религиозной почве. В этом контексте мы вполне можем заявлять о наличии у нас самобытной, очень самобытной модели мирного существования представителей разных этносов и религий в масштабах одной страны. Российская практика межрелигиозных отношений предполагает концентрацию на практических вопросах. При этом нашими принципами являются уважение к целостности вероучения, к образу жизни последователей других религий, стремление не вторгаться во внутреннюю жизнь религиозных организаций. Вместе с тем, различие в религиозных убеждениях, и это исходит из практики нашей работы и становится совершенно очевидным, не должно мешать верующим людям находиться в добрососедских и дружеских отношениях. Их источником может служить коренящиеся в собственном опыте веры глубокое уважение к стремлению другого человека жить в соответствии с нормами своей духовной традиции, которая передается его предками из поколения в поколение. Более того, близость моральных ценностей наших религий способствует взаимопониманию, позволяет быть солидарными по отношению к ряду злободневных проблем и сотрудничать по многим направлениям. Альтернативой предлагаемого нам Западом правильного и нового устройства, которое именуется плавильным котлом цивилизаций, которое разрушает традиционные религиозные ценности, может стать модель, которую мы формируем и формируем не без успеха. Это модель мирного существования и партнерства разных культурных традиций, ни одна из которых не претендует на универсальность и не подавляет другие традиции. Приверженность правам и свободам должны быть соединены с уважением к нравственным началам, национальным и религиозным традициям народа. Вот такова, собственно говоря, мировоззренческая, идейная платформа нашего сотрудничества. Как будто в двух-трех предложениях все можно сказать, но на самом деле за всем этим стоит вся история нашей страны, нашего народа, история взаимоотношений представителей разных религий на территории России. Межрелигиозный совет является достойным продолжателем славной истории, о которой я только что сказал, и деятельность Межрелигиозного совета, несомненно, внесла большой вклад в объединение усилий в деле примирения и духовного нравственного возрождения нашей страны, создание климата, взаимопонимания и добрососедства, причем в очень сложный период нашей национальной истории. Практически произошел слом всего государственного устройства, резкий поворот в нашей истории. Очень часто народы через такие повороты не могли пройти благополучно. Последствия часто бывали губительными. Но мы знаем на примере Западной Европы, что происходило, какие кровавые столкновения и межрелигиозные войны. И вот, по милости Божией, этот сложнейший исторический поворот мы с вами прошли все вместе, сохраняя мир друг с другом и содействуя укреплению солидарности и добрых отношений между нашими верующими, которые составляют единый многонациональный народ Российской Федерации. Благожелательные отношения между религиозными лидерами тоже являются важным фактором. Потому что, наблюдая за нашим сотрудничеством, люди понимают, что мы способны к взаимной поддержке, способны формировать общую позицию перед теми вызовами, которые всех нас касаются. И, демонстрируя нашу солидарность, мы, естественно, помогаем и всем тем, кто с уважением относится к нашей позиции, идти тем же самым путем. Очень бы хотелось, чтобы голос членов межрелигиозного совета был слышен, может быть, лучше слышен, в публичном пространстве. И чтобы наши слова и заявления были известны максимально широкому кругу людей, чего можем достигнуть, в том числе, посредством более широкого взаимодействия со СМИ. Я хотел бы сказать, что наступило то время, когда мы должны будем, наверное, организовать более тесные взаимодействия со средствами массовой информации, с тем, чтобы наша повестка дня была лучше известна нашим верующим и всему народу, но и чтобы практика нашего взаимодействия стала еще более очевидной. Позвольте еще раз сердечно поздравить вас всех с 20-летием межрелигиозного совета, поблагодарить за сотрудничество, которое мы осуществляли на протяжении всех этих лет, за тот дух, который отмечен доброжелательным, уважительным отношением друг к другу, который действительно проистекает из наших с вами религиозных взглядов и который реализуется в конкретных деяниях межрелигиозного совета России. Еще раз вас поздравляю с 20-летием, поздравляю все наши религиозные общины, всех наших верующих и выражаю надежду, что пройдя этот 20-летний путь, непростой путь, получив замечательный опыт межрелигиозного сотрудничества в достаточно сложных условиях исторических, мы, по милости Божией, и будем и далее продолжать наши совместные труды, в том числе во имя процветания нашего Отечества и во благо нашего народа. Благодарю вас за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok